Для меня большая честь сегодня проповедовать. У нас в предыдущие месяцы были месяцами надежды, веры. И как вы думаете, как называется этот месяц? Очевидно, да. Этот месяц будет посвящен месяцу любви. Мы будем говорить сегодня об этом. И моя проба называется «Ты меня любишь?». Как минимум один раз в жизни каждый из нас этот вопрос задавал. А некоторые, знаете, по нескольку раз в день его задают. Не знаю, как в вашей семье, но в моей, как вы думаете, кто чаще всего задает этот вопрос? Я или моя жена? Вот и не угадали. Чаще всего задаю я. И знаете, в чем парадокс? Ведь знаю, что любит. И все равно спрашиваю. А почему? Потому что приятно слышать в ответ «люблю». Интересная история произошла с Иисусом в Матвея в 22 главе с 35 по 40 стих. И один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Итак, к Иисусу приходит книжник, фарисей. Это были учителя закона. Они хранили в памяти сотни заповедей. Люди, которые переписывали Тору. Это были богословы и юристы того времени. Они строго следовали каждому закону, каждой черте закона и правилам. Вдумайтесь, у евреев было больше 600 заповедей и предписаний. Их приоритеты и важность менялись в зависимости от дня недели, от погоды, от человека, от ситуации, места, времени и так далее. Фарисей спрашивал его о том, какая же из них главная. Он спрашивал Иисуса о том, в чем они все заблудились тогда. Обряды, заповеди, религиозность. А Иисус отвечал, дорогой, самое главное для Бога, самая главная заповедь, номер один, это близкие отношения с человеком. Иисус, другими словами, говорит, ребята, заканчивайте с вашей религиозностью, вашей набожностью. Самое главное, что вы упустили, это близкие отношения с Богом, с тем, кто вас отворил. Это жертве на любовь к Нему. Вы жертве на любовь к ближнему. Возлюби Бога всем сердцем своим, всей душой, всем разумением своим. И ближнего также. Я хочу, чтобы вы ходили в церковь, молились, читали Библию, служили, потому что любите меня. Не потому что так надо, не потому что так закон велит, а потому что любите. Я хочу, чтобы совершали милость у Него, потому что любите человека, а не потому что так надо. Потому первый пункт моей пробы так и звучит. Бог хочет близких отношений с тобой. Заповедь любви — это заповедь близких отношений. Бог просил изменить отношения к Нему. Бог не хочет от тебя просто исполнения заповедей. Он хочет, чтобы ты любил Его. Он не хочет, чтобы это было исполнение каких-то обрядов. Он хочет для тебя стать другом. Он хочет быть братом, хочет быть отцом, быть близким для тебя, чтобы ты всем сердцем мог прилепиться к Нему, всей душою, всем своим разумом. И если ты сегодня спрашиваешь Бога, «Боже, так с чего мне начать? Что ты хочешь, чтобы я сделал самое главное? Может быть, ты запутался в этих вот каких-то законах, заповедях, не знаешь, с чего начать? Что сделать самое первое? Самое главное — что ты хочешь?» То посмотри, Иисус уже ответил на этот вопрос. Самое главное — начни с близких отношений с Богом. И если ты вдруг спросишь, «Окей, а как? Что для этого нужно сделать? Как начать?» то ответ во втором пункте моей проповеди. «Позволь Богу полюбить тебя. Тогда ты сможешь полюбить Его». В первом Иоанне, в первом послании Иоанна, в четвертой главе, евангелист Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, говорит следующие слова. Итак, первое послание Иоанна, четвертая глава, десятый и девятнадцатый стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивления за грехи наши». И дальше в девятнадцатом. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Он прежде возлюбил нас. «Ни ты, ни я первым не полюбили Бога. Он полюбил нас». Это Он полюбил тебя, принял тебя такой, какой ты есть, принял меня, какой я есть, отдал Своего Сына, самое дорогое, что у Него было за тебя и за меня. Он доказал Свою любовь, доказал Свои искренние отношения к нам. Дорогие мы, мы склонны часто думать о том, что Бог не любит нас. Когда мы не слышим ответа на наши молитвы, мы думаем, «О, Господь меня не слышит». «Наверное, Бог меня не любит». Когда почему-то Бог не дает денег, сколько я хочу, здоровья, сколько я хочу, не решает какие-то мои проблемы. «Где же ты, Бог? Любишь ли ты меня?» Кричим мы в небо. Мы склонны постоянно на Бога обижаться. Знаете, из-за чего мы на Бога обижаемся? Из-за всего мы на Бога обижаемся. Из-за всего. Он или Он нам чего-то не дал, или медленно дал, или дал, но не нам. И мы обижаемся на Него. И мы уже говорим в небо, «Боже, Ты меня любишь. Ты меня любишь. И как только дал, радуемся. Любит меня Бог. Ведь есть Бог на небе. Услышал меня, не забыл меня». Дорогие мои, пусть нам жертвы Иисуса Христа будет достаточно. Слышите, пусть жертвы Иисуса Христа будет достаточно для каждого из нас. И мы не ищем больше доказательств любви. Их нет, больших нет. Иисус Христос умер за тебя и за меня. Это самое большее доказательство Божьей любви. И сколько бы ты не кричал в небо, не спрашивал, «Господи, любишь ли ты меня? Боже, любишь ли ты меня?» Бог не устанет отвечать. Дорогой, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я не устал сказать, еще раз скажу, я люблю тебя очень сильно. Посмотри на Иисуса. Посмотри, что с Ним сделали грехи твои. Посмотри, что я сделал для тебя. Я отдал самое дорогое, своего единственного сына. Да, я люблю тебя. я хочу поделиться с вами маленьким откровением. Есть только одна причина, почему можно не любить Бога. Одна. И знаете, какая? Это не знать, как сильно Он любит тебя. Ты не знаешь, как Он тебя сильно любит. Потому, возможно, твоя любовь не растет к Нему. Дорогой, ты можешь злиться на Бога, можешь обижаться на Него, не понимать Его, можешь как угодно поступать, не разговаривать с Ним, но только разреши Ему прикоснуться к твоему сердцу. Позволь, открой свое сердце, открой свою душу, разум свой, для того, чтобы Он смог встретиться с тобой, для того, чтобы Он излил свою любовь на тебя. И ты узнаешь, какое. Ты не останешься уже прежним. Бог благословит тебя. Твое сердце изменится. Твое сердце просто заслужит по-другому. Ты начнешь влюбляться в Него все больше и больше. Знаете, как я влюблялся, когда строил отношения со своей будущей женой? Прежде чем позвать ее замуж, я хотел понять, какая она, с кем она дружит, какую еду любит, какой у нее характер, какие книги она читает, чем увлекает, с какой хобби и многое другое. Я это делал, проводя время с ней, общаясь, спрашивая других, как-то подсматривая и так далее. В этом году будет уже 20 лет, как у нас семья, и один из секретов нашей любви очень простой. Мы по-прежнему познаем друг друга. Мы по-прежнему встречаемся, общаемся, мы по-прежнему задаем вопрос. Нам по-прежнему интересно. А что у тебя на сердце? Послушайте, а ведь Бога можно так же уздавать. Точно так же. Задайте вопрос, а с кем он дружит? Кого он называет своим другом? Почему? Чем он увлекается? Что его восхищает? Что у него на сердце? О чем он переживает? Какой у него характер? Задайте этот вопрос. Как-то раз, я помню, составил план на год знакомства с Богом. Такой план характеристик, свойств его характера. Выписывал 12 свойств характера на каждый месяц по своему свойству. И каждый месяц, допустим, подходил март месяц, я открывал, смотрел план и видел. Сегодня я смотрю, что Бог, какой он ревнитель. Бог ревную, или Бог отважный, смелый, или сильный. И я искал все места из Библии, которые были, все истории из Библии, которые были посвящены этой черте характера. Я смотрел контекст, я смотрел мотивы Бога, почему он ревновал. Я смотрел, кто был в этой истории, какие люди окружали Бога. Я смотрел, к чему это привело. Мне все было интересно. И чем больше я узнавал Бога, тем больше я видел, как он любит меня. Тем больше менялся я сам. Возрастала моя любовь к Нему. Послушай, послушай, когда ты встречаешься с Богом, ты не останешься прежним. Ты станешь другой. Ты изменишься. Потому что Бог поделится с тобой своей любовью. Твоя любовь будет к Нему возрастать. Каждый день, когда с Ним встречался, я менялся, я становился другой. Мир вокруг меня остался такой же, такой же. Но мое отношение к Нему изменилось. потому что изменилось отношение к Богу. Там, где, проходя мимо, я отворачивал голову, я уже не проходил мимо. Мне уже хотелось этому человеку помочь. Тех, кого, возможно, ругал или думал плохо, я начал благословлять и молиться за них. Познавай Бога каждый день. Встречайся с Ним. Читай Библию. Молись. Спрашивай о Нем других людей. Позволь Ему любить тебя. Открывай Его сердце. Открывай свое сердце. Свою душу. И Он наполнит твоей любовью. Ты сможешь возлюбить Его. Ты сможешь возлюбить ближнего. И когда ты возлюбишь, знаешь что? Что следующее? Делай, что хочешь. Это следующий пункт моей проповеди. Возлюби и делай, что хочешь. Агустин Блаженный очень хорошо об этом емко сказал. Возлюби Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и делай, что хочешь. А знаете почему? Потому что, если ты по-настоящему полюбишь Бога, то ты не захочешь делать то, что Его расстраивает. Если ты по-настоящему Его полюбишь, ты захочешь делать то, что радует Его сердце. Когда ты полюбишь, ты захочешь делать добрые дела. Ты захочешь отдавать эту любовь. В Евангелии Иоанна 3 главе 16 стихе записан замечательный стих, все мы его знаем. В этом прекрасном стихе Евангелие звучит это истинно. Ибо так возлюбил Бог мир, что что? Отдал, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь всегда жертвенна, любовь всегда отдает. Иоанн Златоуст когда-то сказал, твое человек только то, что ты отдал другим. Первое правильное любви это что-то сделать. Вспомните, как вы только-только покаялись. Какое у вас чувство, что у вас было на сердце? У меня было ощущение, что я весь мир бы обнял. У меня была первая реакция на полученную любовь это было эту любовь отдавать. Эту любовь отдавать. Это рассказать кому-то об Иисусе Христе. Это рассказать о том, что Бог тебя любит. Знаете, что первое сделало мой друг? Тот, кто мне рассказал Евангелие. Тот, кто пришел и сказал, Иисус тебя любит. Он пришел и сказал, Сережа, сначала ко мне пришел Бог. Мне. И он сказал, не иди к Сереже и скажи о том, что Бог его любит. Он сказал сначала мне, я тебя люблю. И когда я услышал эту любовь, когда я понял, когда я открыл свое сердце, когда я почувствовал, что Бог меня любит, Бог даже ничего не говорил. Я знал, что нужно сделать. Я пришел к тебе и хочу сказать, Бог тебя любит. Когда он услышал, что Бог его любит, его первым желанием было поделиться этой любовью. Помните, как Иисус спрашивает Петра, любишь ли меня? То что? Паси овец моих. Если любишь меня, то сделай что-то для меня. Что-то для того, кто дорог мне. Послушайте, любовь к Богу проявляется у каждого по-разному. У Марии Магдалины, допустим, она принесла самое дорогое, что у нее было. Возможно, всю жизнь собирала на это масло, которое она потом разлила и помазала Иисуса Христа. Мытрь Захи раздал в четверо всем, кого он обидел. Всем, кому был должен. Кто-то пожертвовал все свое пропитание на сегодняшний день. Кто-то принял решение служить Богу. А кто-то просто отдал жизнь за Иисуса и за Евангелие. И все они были движимы любовью, которая сначала изъялась от Бога. И многого не нужно, поверьте. Возможно, вы не улыбчивы, как я. Я не сильно улыбчивый. Для меня это всегда труд. Начни с того, что просто улыбайся. Просто улыбайся. Может быть, вы не сильно дружелюбны. Начни, прими решение подружиться с кем-то. Дружить. Может быть, вас Бог побуждает к тому, чтобы помочь кому-то. Кладет вам на сердце кому-то помочь. Вы сидите и думаете, Боже, мне уже третье, четвертое воскресенье. Бог кладет на сердце помочь этому человеку. Помоги. Помоги. Не отворачивайся. Это Бог своей любовью касается твое сердце. Когда ты кого-то любишь, тебе свойственно быть похожим на него. Правда? Ты как будто становишься его отражением. Например, когда ты любишь какую-то рок-группу, к примеру, то у тебя наверняка на двери висят какие-то плакаты. Есть какие-то повязки на руку, есть какие-то повязки на голову, банданы, куртки и так далее. Окей, когда ты любишь футбольную команду, так нам понятнее, то у тебя есть их форма, есть какие-то атрибуты, есть цвета их клуба, возможно, какие-то вымпелы висят на стене, какие-то шерфы, повязки. Дорогие, я хотел бы вам дать маленькое откровение, поделиться маленьким откровением, которое я заметил в Библии. Во второзаконии в 6 главе с 5 по 9 стих написана заповедь, которую Иисус цитирует законнику-фарисею. И люби Господа Бога всем сердцем Твоим и всей душой Твоею и всеми силами Твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце Твоем. И внушай их детям Твоим и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку Твою, и да будут они повязкой над глазами Твоими, и напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих. Уловите это маленькое откровение. Библия говорит, что любить Бога значит быть фанатом Бога. Повяжи эту любовь на свою руку, на свою голову, повесь соответствующий признак в своем доме, пускай все знают, что ты любишь Бога. Пусть твои руки поднимаются только для того, чтобы благословить, обнять, а не оттолкнуть. Пусть в Твоей голове зарождаются хорошие, благословенные, добрые мысли, добрые дела. Пускай язык Твой исповедуют мудрые слова и слова благословения, а не какие-то проклятия. Пускай все видят, что ты любишь Бога. Пускай все видят, как ты служишь людям, что ты делаешь какие-то добрые дела. в небольшой церкви к одному пастору как-то приходит сестричка и говорит, это история, которая реально случилась несколько лет назад, и она говорит, другой пастор, у меня серьезная проблема в семье. Я не могу подчиняться своему мужу. Не могу. Не могу его принимать, не могу ему искренне служить, любить его. Он говорит, а что случилось? Она говорит, просто он не любит меня, он не любит Бога, он не подчиняется ему. Да, он был сначала верующим, а сейчас что-то произошло, и он уже не ходит в церковь, он не ходит на домашку, он не молится, не читает Библию, он не ходит на работу, чтобы заработать деньги, чтобы принести в семью, позаботиться как-то о своей семье. Он очень подло со мной поступает, я не об этом мечтала, мне очень трудно, трудно ему подчиняться, трудно ему служить, он не заботится обо мне, как я могу ему подчиняться? Этот пастор берет ее за руку, и они идут в гости в другую семью, где точно такая же сестричка и такой же муж, но еще при этом этот муж пьет, грубит, постоянно недоволен всем, унижает свою жену, но жена при этом любит его, заботится о нем, проявляет свою нежность и доброту, старается изо всех сил уважать его, проявлять это уважение, старается быть послушной, и пастор спрашивает ее, почему ты это делаешь, почему ты это делаешь, ведь твой муж безбожник, он ни во что не ставит тебя, не любит тебя, не заботится о себе, почему? И она отвечает, пастор, а при чем здесь мой муж? При чем здесь мой муж? Я люблю Бога, я знаю, как он сильно любит меня, мой муж здесь ни при чем, моя любовь не зависит от его поведения, не зависит, знаешь, но я верю, что скоро его сердце растает, я верю, что когда он видит, как Бог его сильно любит, он изменится, а пока дорога к его сердцу завалена камнями, я просто расчищаю путь к Иисусу Христу, путь, чтобы Иисус мог добраться до его сердца, мой муж хороший, слушайте, хороший, и виноват, он в первую очередь перед Богом, и я очень хочу, чтобы он встретился с Иисусом Христом, потому и молюсь за Него, потому и служу Ему, потому и плачу по ночам, не за себя, не жалея себя, за его душу, потому что люблю его, расчищаю как могу дорогу к его сердцу, а делаю это потому, что люблю Бога, а люблю Бога, потому что знаю, как он любит меня, как он любит меня, полюбить ближнего ты сможешь только тогда, когда увидишь, как Бог любит тебя. Давайте мы поднимемся. Другой друг, я хочу тебе сегодня сказать, Бог любит тебя. Он доказал это, отдав самое дорогое, что у него было, своего сына, которого он очень-очень сильно любил. Иисус Христос придя в этот мир умер за тебя и за меня, за наши грехи. И сегодня, когда ты знаешь, что самое главное, что Бог хочет, это близких отношений с тобою, когда ты знаешь, что Бог любит тебя, когда ты знаешь, что любовь жертвенна и отдает, когда ты все это знаешь, тогда я хочу, чтобы название сегодняшней пробоведи прозвучало как вопрос Иисуса Христа лично к тебе. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Как когда-то Иисус спрашивал у Петра, ты меня любишь? И есть ли твой ответ? Да, Господи, люблю, то ответ Иисуса Христа остается неизменным. Паси овец моих, служи людям, открывай свою любовь, открывай свое сердце, и я это сердце наполню любовью, которой ты поделишься с другими. Перед нами будет заповедь причастия, будет звучать песня поклонения, и братья-сустреля будут передавать подносы за стаканчиками. У нас новые пресные хлебцы, на каждом стаканчике есть этот хлебец, мы просто берем их и пока не принимаем, ожидаем общей молитвы. Братья, можно подходить раздавать. Также, чтобы было удобно всем, стаканчики герметично закрыты и открываются со стороны меньшего выступа. Здесь есть язычок выступ, который меньше, с этой стороны он открывается. Напоминаю, что при части могут принимать участие те, кто не на замечании, и те, кто не исключен, те, кто принимали святое водное крещение, если вы еще не член церкви или находитесь на замечании или исключении, пожалуйста, когда будет мимо проходить поднос, просто передайте его дальше. Пускай Бог благословит каждого из нас. Встреться сейчас Иисусом Христом, открой свое сердце для его любви. Он наполнит тебя. Встреться и получи его любовь сегодня в твою жизнь. И наполнившись ею, сможешь делиться ей с другими, с ближним, послушать кому-то. Давайте поклонимся нашему Богу. Знаю, что нетленным золотом и серебром был искуплен от греха. Знаю я, что нет цены Иисус твоей крови, твоей крови. Кроме твоим исцелем, милостью прошлом, благодатью я спасем. Не забуду никогда, какова твоя цена крови Иисуса. кровь Христа Иисуса кровь твою я тебя благодарю, что пролит на грязь тебя молча быстро дать жизнь свою заносит дать чтобы я искуплен встал. Знаю, что нетленным золотом и серебром был искуплен от греха. Знаю я, что нет цены Иисус твоей крови твоей крови твоей крови твоей крови твоими целями милостью прошлом благодатью благодатью спасем не забуду никогда когда твоя цена крови благодатью крови твоей целями целями милость упрошем благодатью я спасем не забуду никогда какова твоя цена причастие это символ Иисуса Христа его тело которое ломалось за тебя и за меня это символ крови которая поливалась за твои и за мои грехи это доказательство его любви к тебе и мне и большего доказательства не существует Боже святый благодарим тебя Господь за твою кровь и за твое тело благодарим Господь за то что ты сделал для каждого из нас за то что ты посвятил свою жизнь Господь для каждого из нас 2000 лет назад пришел и умер за каждого из нас Боже мы благодарим что каждый день ты доказываешь свою любовь милуешь нас защищаешь Господь даешь все что нам нужно ты окружаешь Господь нашу жизнь милостью своей своей любовью Боже мы благодарим тебя и принимаем это причастие Принимаем, Господь, Твои благословения, Твои откровения. То, что Ты приготовил для нас и для ближних наших. Написано, что преломил и принял. Давайте мы примем хлеб. А также чашу эту. Боже, Святый, спасибо Тебе за Твую любовь. Спасибо Тебе за эту главную заповедь. Ты хочешь отношений. Ты хочешь, чтобы мы открыли свое сердце для Тебя. И Ты хочешь, чтобы эта любовь, которая будет жить в нас, Твоя любовь, она была действенной. Да будет имя Твое благословенное. Другой друг, я хотел бы помолиться еще одной молитвой. Молитвой покаяния. Возможно, ты еще ни разу не каялся перед Богом. Возможно, каялся и отступил, и ты снова здесь. Бог снова тебя зовет. Я хотел бы молиться вместе с Тобой. Где бы ты ни был. Под балконом, на балконе, может быть, в зале. В знак того, что ты хотел бы молиться вместе со мной. Просто подними руку. Бог любит тебя. Слушай, Бог тебя любит. Он доказал эту любовь. Он хочет, чтобы твоя жизнь изменилась. Давайте мы склоним головы и просто прознятите эту молитву вместе со мною. От чистого сердца. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Прости все мои грехи. Очисти мою жизнь и дай мне дар вечной жизни. Спасибо Тебе за Твою жертву, за Твой крест ради меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, мы радуемся вместе с вами. Эти аплодисменты для вас. Пускай Бог благословит вас. Не уходите сегодня после служения. Вас будут ожидать служители от здесь под сценой. Они хотели бы с вами познакомиться. Мы хотели бы вручить вам подарки. Книгу нашего старшего пастора. А также помолиться за вас, благословить вас. Пускай вас Бог благословит с миром Божьим.